Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых площадках и продолжаем говорить об основных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Вчерашний день довольно интересный, жаркий, непредсказуемый. Я думаю, вы сами все прекрасно видели. Часть рисковых активов выросла, часть упала. Обычно так не происходит. Обычно у нас либо есть интерес к защитным инструментам, либо к рисковым. Но, наверное, вот эта непредсказуемость, она добавляет, что ли, какой-то изюминки к площадкам, да и, в принципе, к торговым сделкам, потому что одновременно есть возможность поймать тренды на целом ряде финансовых инструментов, если правильно оценить фундаментальный фонд. Давайте разбираться, что вчера интересного случилось. Начнем мы с нефтянки, которая снижается, друзья. 61,36 это котировки. Мы обозначили риск того, что на настроении трейдеров продолжит оказывать влияние вероятность распространения вирусной инфекции за пределы Китая. Это ранее спровоцировало распродажи углеводородов и, судя по всему, сейчас продолжает негативно влиять на настроение именно тех трейдеров, которые специализируются на нефтянке. Вообще, то, что происходит с нефтью, сейчас также можно рассмотреть с позиции спроса и предложения. Вчера я говорил про очень интересную статью Goldman Sachs, которые нашли параллели с тем, что происходит сейчас, особенно, друзья, ситуация за сутки изменилась. Сейчас говорится уже о инфицированных в несколько сотен человек, о количестве жертв превышающих 10. Это действительно начинает понемногу напоминать то, что было в далеком 2003 году, когда Китай захлестнула атипичная пневмония. Goldman Sachs сделали акцент на то, как это заболевание, эта инфекция, эпидемия, отразилось на стоимости на реактивное топливо. Собственно, Goldman Sachs прогнозировали, как это может сказаться на динамике авиаперевозок. Я абсолютно разделяю эту позицию. Между прочим, друзья, если говорить языком цифр, сейчас, конечно же, темпы и показатели авиаперевозок совершенно не такие, как были в 2003 году. Сейчас ситуация изменилась. И если мы, в конце концов, продолжим работать с риском опасений глобальных того, что эта эпидемия может распространиться вообще по всему земному шару, то, конечно же, эти самые авиаперевозки просядут больше, чем на 10-15%. Если перевести это в потребление нефти, то под угрозой спрос примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Это большая цифра, друзья. Вы должны это понимать. Соответственно, понятно, что котировки нефти в связи с этим сейчас развивают нисходящую динамику. И что касается предложения, как вы знаете, сейчас в Даосе проходит экономический форум. Вчера, можно сказать, на вот эти негативные настроения на рынке нефти повлияли комментарии главы Международного экономического агентства, агентства Фатиха Бироли, который отметил, что на текущий момент, прямо сейчас, в мировой экономике зафиксирован избыток больше, чем на миллион баррелей в сутки. И его аргументация сводилась к тому, что если бы это было не так, то события на Ближнем Востоке, о которых мы говорили несколько недель назад, которые, как вы помните, начались с убийства генерала Сулеймани, ответных действий Ирана в адрес США, и ситуация, которая сейчас развивается в Ливии из-за перекрытия работы одного из основных трубопроводов, через которых осуществлялся экспорт нефти с двух крупнейших месторождений. И, скажем, эта инфраструктура отвечала за поставки более чем 700 тысяч баррелей в сутки. Если бы на рынке не было избытка предложения, этот фон уже давно бы отправил котировки нефти выше 70 долларов за баррель. Как вы видите, сейчас ценовая конъюнтура совершенно иная. Ну, не знаю, как-то с натяжкой, конечно же, можно сейчас использовать доводы Бироли. А вот такие, для того, чтобы обрести нефть на дальнейшее снижение, я все-таки уверен, что локально нефть сбрасывают, потому что нефть один из представителей рисковых инструментов. И все-таки вот эта ситуация с эпидемией, она заставляет трейдеров сейчас паниковать. Это очевидно и в динамике ряда других финансовых инструментов, и уж тем более в динамике некоторых защитных активов. Поэтому то, что произойдет с нефтью дальше, друзья, будет зависеть именно от масштаба распространения этой инфекции, от того, как трейдеры будут воспринимать эту информацию. Если удастся локализовать заболевание, соответственно, мы тут же переключимся на прежние фундаментальные факторы, которые, я уверен, еще смогут оказать поддержку котировкам нефти. Как и ранее, друзья, если вы не открывали позиции раньше, не нужно сейчас лезть в этот рынок. Я держу длинные позиции, потому что, опять же, загрузка по депозиту и вообще консервативный подход к трейдингу позволяет мне работать вот с таким новостным форс-мажором. Ну, не привык я, друзья, закрывать позиции, когда абсолютно уверен в том, что котировки смогут показать еще те уровни, на которые ориентировался ранее. Сегодня в 19.00 выйдет еще запасы нефти США. В случае их снижения у покупателей, которые находятся в длинных позициях, будет шанс немного отыграться. Доллар иена 109.59, то, что доллар снижается против иены, это причина не о слабости американцев, а именно спроса на иену из-за тех самых событий с китайской инфекцией, о которых я только что говорил. Торги довольно вялые, друзья. Пара ходит тоже всего лишь в диапазоне нескольких десятков пунктов. В общем, мы держим на контроле ситуацию в отношении этого дуэта финансовых инструментов, и длинные позиции пока что остаются в приоритете. Доллар-франк 0.9683. Повторюсь, что раньше мы говорили о том, что Министерство финансов США обвинило швейцарский банк в манипулировании валютным курсом, и с тех пор Национальный банк Швейцарии действительно сохраняет нейтралитет в плане проведения валютных интервенций. Поэтому впоследствии это, да и не впоследствии, уже сейчас лишило Национальный банк Швейцарии инструментов для снижения спроса и привлекательности национальной валюты. По этой причине ждем пару, как и раньше, на отметке 0.95. Центральным событием сегодняшнего дня будет заседание Европейского центрального банка в 15.45. Ждем процентные ставки в 16.30 пресс-конференции. Я уже, друзья, говорил, что на фоне последних данных по промышленному производству, ну, очевидно, Кристин Лагар должна будет сообщить о готовности Европейского центрального банка к новым мерам экономического стимулирования. Это должно привести к ослаблению курса евро против доллара. Цель до конца сегодняшнего дня по паре евро-доллара – это отметка 1.10.10. Уверен также, Европейский центральный банк пересмотрит прогнозы экономического роста и еще в топку аргументов в пользу снижения евро. Вчерашние комментарии Трампа о том, что если в ближайший месяц-два не будет торговой сделки с Европейским Союзом, то США ведут 25% заградительные пошлины для европейских автомобилей. Повторюсь, что продажи за минувший год просели на 25% немецких автомобилей. И если все-таки дойдет дело до этих тарифов, то вы сами прекрасно понимаете, каким последствиям для немецкого автопрома это приведет. Фунт против доллара. Британская валюта выросла больше, чем на 100 пунктов, но сохраняет потенциал для снижения, потому что трейдеры несколько перемудрили в реакции на сообщение о том, что Палата представителей одобрила сделку, которая, в принципе, уже всем давно была известна. Мы с вами не сомневались, что 31 января Англия выйдет из состава Европейского Союза. Но вся соль в том, как дальше будут развиваться отношения торговые с Европейским Союзом, вот о чем нужно говорить. Поэтому ожидаю возвращения, собственно, адекватных трейдеров в фунт, и за этим должно последовать снижение. Цель, друзья, прежняя 1,28 как минимум. Сохраняется вероятность того, что на следующей неделе Банк Англии снизит процентную ставку, потому что это решение должно опираться на данные по промышленному производству, темпам экономического роста и инфляции, которые, как вы помните, разочаровали. И по другим активам австралийца мы продаем 0,6861. Несколько часов назад вышли данные по рынку труда. Уровень безработицы снизился с 5,2 до 5,1%. Занятость вроде бы как тоже на неплохих значениях, но если детально разобраться, мы увидим, что речь идет лишь о частичной занятости, а не о занятости на полный рабочий день. По Австралии не забывайте, друзья, что пожары привели к серьезному убытку для австралийской экономики, к ущербу и проблемам для сельского хозяйства. Показатели, которые укажут на все эти проблемы, выйдут в феврале. То есть нам нужно подводить будет в феврале итоги, соответственно, января, когда и случилось все это. Я рекомендую сейчас выходить из длинных позиций, если у вас есть такие, потому что австралийский доллар продолжит снижаться как раз в ожиданиях не только потенциальных действий Резервного банка Австралии на все те проблемы, которые станут очевидными не только через снижение процентной ставки, но и через программу количественного смягчения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.